Есть ли на фронте прямо сейчас боевики из Сирии? Нет, это очередной фейк-ньюс. Никаких боевиков из Сирии нет. У нас тоже есть свои данные, там еще и наемников. Есть подтверждения, и эти подтверждения дает и Пентагон, и есть много-много всяких фотографий, которые подтверждают, что действительно в этом регионе есть эти самые наемники. Нет, это очередной фейк-ньюс. Это фейк-ньюс, абсолютно. Нет, это очередной фейк-ньюс. Было удивительно то, что даже Sky News, ссылаясь на источник в Пентагоне, подтвердил переброску боевиков. Через несколько дней после начала боевых действий на Горно-Карабахской провинции, Скопоставничного Пентагона подтвердило, что сотни сирийских наемников были направлены из Турции для поддержки Азербайджана в его конфликте с Арменией. Это фейк-ньюс, абсолютно. И Вашингтон-Пост, и Рейтер, и Гардиан все сообщали о вербовке и переброске из Сирии про турецки настроенных боевиков на территорию в Нагорном Карабахе. Заявление нашего МИДа было очень корректное. По выступающим сведениям зону Нагорно-Карабахского конфликта осуществляется переброс боевиков незаконных окруженных фермеров, в частности из Сирии и Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях. У нас эти данные имеются. Это информация, которую мы располагаем. Нет, это очередной фейк-ньюс. Никаких боевиков из Сирии нет. Наблюдатели задаются вопросом, отчего хорошо обученные и хорошо вооруженные силы Баку могут нуждаться в помощи сирийских наемников. Зачем нам какие-то наемники? Можете объяснить? Если у нас армия по рейте, он гораздо выше. Я с Вашего разрешения могу, конечно, объяснить. Это будет звучать цинично, потому что, возможно, Вы не хотите терять своих военнослужащих. Армения также accusает Туркия о трансферинг-сирийских военнослужащих в Азербайджан. Это фейк-ньюс. Совершенно. Сегодня появилась информация о том, что все-таки боевики есть. Сначала показали вот этого молящегося в окопе боевика. Это фейк-ньюс. Совершенно. Да что ты, черт побери, такое несешь? Субтитры создавал DimaTorzok